Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Здравствуйте! Алекс, начнем с вас. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что сейчас происходит на рынке недвижимости? Не был бы я на телевидении, я бы сказал, но так мне придется сказать в мягкой форме. Безобразие происходит, чтобы безобразничать, банк Канады. То есть многие экономисты так считают, потому что, например, в последнее видео, которое я записывал про инфляцию, я проанализировал составляющие инфляции. Если мы уберем оттуда компонент моргиджей, который растет, когда поднимается банковский интерес, то инфляция 2,5%, то есть то, к чему банк стремится. То есть сейчас парадокс. Каждое поднятие нового интереса поднимает, инфляция не опускает. Тем не менее, банк Канады продолжает это делать. И одна из причин, потому что наш южный сосед это продолжает делать. И показатели именно рынка труда и GDP очень высокие и очень хорошие. Поэтому мы говорим, мы типа не в рецессии. На самом деле мы в рецессии. И показатели, вот недавно я смотрел, Бима выступил, сказал о том, что unemployment это все очень фикция. Потому что на самом деле многие люди сейчас теряют работу, они становятся тяжелее работу. А также проблема в том, что банк Канады хочет вынуждить, другие банки начать поднимать платежи по моргиджам. Что не происходит. У тех, у кого, конечно, фиксированная ставка не происходит, понятно, по каким причинам. А у кого фиксированный платеж, а многие банки именно делают фиксированный платеж, некоторые поднимают чуть-чуть, а некоторые вообще не поднимают, а увеличивают амортизацию. То есть у меня, например, есть моргидж, который уже 85 лет я должен выплачивать. Но это ерунда, потому что сегодня 85, завтра будет опять 30. То есть мне вообще не важно, хоть 200 лет выплачивать, какая мне разница. Не моешь деньги. Но люди иногда очень воспринимают болезненно это. А почему банк это делает? Именно по причине того, что не хочет допустить дефолтов. Потому что дефолты никому не нужны, и поэтому идет этот спор. Кроме того, что сейчас банки выпустили новую регуляцию для тех, кто имеет свой собственный дом и только один дом. О том же, о смягчении разных платежей и увеличении амортизации, только чтобы они могли платить. Чтобы не было дефолта для тех, у кого есть собственный дом. Это не касается инвесторов, но это уже банк показывает о том, что мы не хотим дефолта. Если мы посмотрим на граф иммиграции, то мы видим, какой огромный всплеск был только в 2022 году. За последний год приехало 1.2 миллиона человек. Из них подавляющее большинство это не пермини трезиненс. Тоже видите, насколько всплеск именно нон-пермини трезиненс. Сегодня 5% населения Канады это нон-пермини трезиненс. И только за последний год приехало 500 тысяч иностранных студентов. То есть 800 тысяч сейчас уже есть иностранных студентов. Поэтому если кто-то пытался когда-то снять для своих детей или вообще, знаете, снять сегодня комнату около университетов, это идет просто война за каждую комнату. Цены астрономические, кстати, инвестиции в студенческие, сейчас неплохая инвестиция для тех, кто желает это сделать. Поэтому мы находимся на грани демографического взрыва. То есть то, что мы сейчас видим... А, вот посмотрите на этот граф, который показывает количество пермитов. Количество пермитов резко уменьшилось, оно сейчас находится на самой низкой точке за последние 20 лет. Поэтому это замедленная бомба. Произойдет взрыв, не будет хватать огромного жилья, а миграция продолжает. Поэтому либо надо снять миграцию, либо надо начать больше строить. Ни то, ни другое сделать не могут. Поэтому мы на грани демографического взрыва. Максим, поднята очередной раз банковская базовая ставка. Как, на ваш взгляд, это повлияет на рынок недвижимости? Будет ли обрушение цен? Обрушение цен не будет, а повлияет однозначно. Тут немножко надо отступить. Вот знаете, весенний рынок, он был довольно-таки хороший. То есть всю весну цены росли. И, в общем-то, за весенний месяц отыграли 8% назад из 18% упавших в прошлом году. Из-за чего это получилось? На рынок вернулся более обеспеченный покупатель. Это как бы психологический фактор. То есть в марте ставку не подняли. Вроде как так было, думали многие, скажем, что ставку больше поднимать, возможно, не будут. Вот как бы этот покупатель вернулся. Это люди, которых нет проблем с муркеджами. Их интересовал психологический момент начать покупать тогда, когда цены будут на дне, скажем. А они его дождались. 70%, может, даже 80% покупателей, это необеспеченные покупатели. Это покупатели, которым нужны моркеджи. В смысле, моркеджи и тем, и другим нужны, да? Но которым надо квалифицироваться на моркедж. И они как не могли до поднятия сегодняшнего ставка, так не могли, не могут и сегодня. Они на рынок не вернулись еще и близко. И не вернутся, по моему мнению, до тех пор, пока ставка не будет 3,5%. То есть, мы сейчас говорим не раньше, середина, а то и конца следующего года. Поэтому особых изменений нет. Но при этом, при всем, кто-то склоняется к тому, что осенний рынок мы все-таки увидим. Я считаю, что нет, мы его не увидим. Потому что я не думаю, что это последнее поднятие ставок. И, скорее всего, оно еще будет в сентябре. Соответственно, вот этот психологический фактор будет давить на более обеспеченных покупателей. И они не будут особо ничего покупать. Так что я не ожидаю падений. Но ожидаю очень-очень слоу рынок. Во всяком случае, на осень. С большой вероятностью даже и на весну следующего года. Вот. Это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе, абсолютно согласен с Алексом, что это бомба замедленного действия. Потому что то, что происходит с количеством строительства, это просто глобальное падение. Это просто уже такой кризис нового строительства. То есть очень многие ушли вообще с рынка. Количество новых пермитов минимальное. Мы давно такого не видели. А что нам, помните, обещали, что у нас не хватает недвижимости. Мы будем строить больше. Там миллионы построим в ближайшее время. Ну вот и где все это. Поэтому, да, это рано или поздно выстрелит. Вопрос времени. Сейчас, наверное, можно говорить о конце 24-го, начале 25-го года. Вот это изменение, когда все забурлит. Когда будет дихая нехватка. И если моргиджи вернутся назад. Да. Но, опять же, это очень-очень тяжело. Столько факторов, которые могут на это повлиять. Что это, в общем-то, пальцем в небо сейчас называть какие-то определенные сроки. Мое мнение же, конец 24-го, начало 25-го. Алекс, вы часто говорите о финансовой независимости. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как вы видите финансовую независимость. Если можно, с примером из жизни. Опять же, у меня есть видео на YouTube-канале, только недавно вышло, где я интервьюирую на телевидении по поводу финансовой свободы. И многие думают, что финансовая свобода это то, что человек становится богатым. Нет, финансовая свобода говорит о том, что тот доход, который вы получаете, пассивный доход от всевозможных инвестиций, это может быть недвижимость, ценные бумаги, криптокаренси, это может быть пассивный доход от бизнесов. Он должен быть больше, чем ваши расходы. Если он больше, чем ваши расходы, вы финансово свободны. То есть вы не зависите от пей-чека, не зависите от зарплаты. То есть неважно, кризис или не кризис, вы можете прожить нормально на том же самом уровне. Это финансовая свобода. И в принципе к этому мои клиенты и стремятся. И сейчас, как никогда, наверное, за последние несколько лет не было такой хорошей ситуации, начать строить эту финансовую свободу. Почему? Как я всегда говорю, Рошель сказал, покупайте дома, когда кровь на улице. Даже если это ваша собственная кровь. Они говорят, ой, так плохо, у меня там минусы, у меня это, что делать, ты можешь продавать. Я говорю, нет, надо еще покупать. Удивляется, как еще покупать, где продавать. Я говорю, нет, давай пересмотрим твой портфель и посмотрим. Кстати, на примитинг.сей, можете записаться, я вам расскажу, как вместо того, чтобы продавать, покупать. И вот здесь пример. Конкретно дом, который покупается за 750 тысяч долларов под два юнита. Это реальная цена. Например, на Ниагаре мы купили за 710. В Бэйре мы купили сейчас за 795 или 790. То есть все вокруг 750. Так вот, если мы возьмем цифры и увидим соотношение выплаты по моргиджу даже из расчета 6%. Моргидж, в принципе, сегодняшний моргидж 6%, хотя даже фиксировано, может быть, это чуть меньше, вот, то у вас будет ноль. Ноль на сегодняшний день, это сегодня хорошо получить, потому что понятно, что этот завышенный моргидж, это временное явление. Но при этом еще моргидж у вас погашается где-то на 600 долларов в месяц, что, в принципе, уже неплохо. Так вот, как настроиться финансовая независимость? Вы купили бы такой дом за 750 тысяч, сдали у вас ноль. Мы возьмем, прошло 5 лет, я не говорю, даже через год уже будет 3,5%. Пускай через 5 лет будет 3,5%, что это нормальный моргидж 3,5%. Мы не говорим про 1,5, как у нас было раньше. То мы увидим цифры. Значит, если возьмем тот моргидж, который остался у нас через 5 лет, который мы платили под 6%, и пересчитаем теперь его под 3,5%, у нас платеж по моргиджу падает на 1100 долларов. Это огромная цифра. Теперь возьмем рент, который мы будем тоже консервативно поднимать всего на 2,5% в год, сколько нам разрешает говермент. Будем считать, что никто не съезжал, не уезжал, что он поднимается на 2,5%. И он поднялся тоже на 540 долларов. То есть у вас практически стал доход 1640 долларов в месяц. Кэш флоу. 1640 долларов – это именно кэш. Плюс больше 1000 долларов, 1030 долларов погашается моргидж. То есть вы зарабатываете 2670 долларов в месяц, не считая роста цены, не считая ничего. Понятно, что рост цены тоже будет, потому что когда падают интересы, цены начинают расти. И я посчитал из расчета всего 6%, что мы сейчас считаем, 6% – это средний рост в год на недвижимость. Хотя здесь будет, скорее всего, больше, чем 6%. 300 тысяч у вас добавляется эквити. То есть получили 300 тысяч эквити, плюс 2 с лишним тысячи доход на один дом. Представьте себе, если вы купили 2 дома, это больше, чем многие, кто получает сегодня зарплату. 2 дома. А если у вас 4 дома, это уже вы уходите, наверное, вообще в 3% людей с такой зарплаты. Вот так строится финансовая независимость. Поэтому у меня есть клиенты, у которых 8 домов, и 10 домов, и 20 домов. Они уже сегодня финансово-независимы. Если у вас еще нет домов, или вы уже есть, но они очень просят прибыль, самое время записаться на примитинг.ноксей и построить стратегию, как строить эту финансовую свободу. Максим, расскажите, пожалуйста, нам, что происходит на рынке Preconstruction в Торонто? Этот сегмент жив? Примерно то, что Алекс хотел сказать. Если бы мы были не на телевидении, я бы сказал. Но в действительности ситуация очень плохая. Ну, первое, что это произошло уже год назад из-за того, что дикое подорожание Construction Cost, власти абсолютно не хотят ничего слышать, они подняли Development Charges еще в прошлом году. Себестоимость строительства огромная. Значит, почему мы приходим дальше? На рынке вторичного жилья кризис. Цены ниже, чем были до пика. И разница получилась между Preconstruction ценами и Resale просто глобальной. То есть, если всегда нормы было там 15%, и она съедалась там за первые полгода иногда, даже за год уж точно, а сейчас разница доходит до 30-40%. Значит, девелоперы пытаются продать. Опять же, есть более устойчивые, есть менее устойчивые девелоперы. Опять же, пытаются продать, делают всевозможные промоушены, и идет очень слабо. То есть, если весной мы еще увидели всплеск, да, действительно начали люди покупать, то сейчас, ну, тут два, конечно, тут еще есть период летний, который всегда очень слабо. Я обычно еще летом в отпуск ухожу, вот, потому что это такой специфический бизнес. Летом очень мало покупает, вот. Но сейчас, конечно, это просто очень тяжело продать что-то девелоперы. У меня телефон разрывается, я уже не реагирую на эти звонки от девелоперов, когда были горячие времена, еще допрощишься у них квартиры. А сейчас я ничего не хочу, вот. Поэтому в целом рынок мертвый при Construction, я бы сказал. Но некоторые проекты выходят хорошие, я как-то рассказывал вот про два проекта в Oakville, которые были, но они реально ниже, ниже гораздо цены, то есть, ну, суперпроект, но они моментально были проданы, вот. И некоторые девелоперы, которые не могут уже опустить цену, да, просто им не будет смысла строить, они дают очень интересные промоушены. Вот, например, сейчас у нас выходит проект, который вышел до этого, вышел месяц назад, они продали процентов 25 квартир, да, и застряли, все. Ну, 25% квартир – это абсолютно недостаточное количество, чтобы двигаться вперед. То есть им надо, ну, как минимум, продать там 60-70%. Вот, что вот, вот они выпускают, например, цены, причем остались те же самые, они выпускают, что на два года после окончания строительства у них не будет, они оплачивают мейнтенс, они оплачивают таксы, и они оплачивают дедакт-моргидж, какой, ну, если человек получает моргиджи, они гарантируют, что они дедакт-моргидж до 2%. То есть, итог. Человек покупает квартиру, которая будет два года с очень хорошим положительным кэшлоу, с хорошим выплатой моргиджа, погашением моргиджа, без мейнтенса, без таксов. Расчет на то, что через, он еще 4 года будет строиться, этот проект. Опять же, это чисто психологический фактор, потому что я не сомневаюсь, что через 6 лет с моргиджами должно быть все нормально. Если вторая волна не пойдет, то они будут маленькие, где-то года 2-3, а потом, может быть, опять пойдут. Но вот, как бы, и это людей напрягает, поэтому они не покупают. Вот они дают, то есть, 4 года строительства, потом 2 года таких шикарных условий. Да, в данном случае это безопасно, потому что ты не уйдешь в 7-минус по-любому. Вот, то есть, бывают проекты, которые интересны. Я не знаю, как будет вот это, то, что я сказал, потому что промоушен только этот вышел. Через 2 дня мы начнем его рекламировать. Думаю, что это будет работать и думаю, что люди будут покупать. Но, опять же, это единичные проекты. В целом, в целом рынок стоит при конструкции. Аликс, в 2023 году, на ваш взгляд, куда стоит инвестировать, чтобы ваш инвестиционный портфель приносил вам прибыль, кэшфлоу, о котором вы говорите? Кстати, я хотел что-то добавить, еще в начале рассказать забыл. Недавно был статистический опрос, проверки, знаете, как вы проверяете, там самый лучший город, самый этот. Был вопрос, самый безопасный город в Канаде. Как вы думаете, какой на первом месте? Не знаю. Берри. Берри был выбран как самый безопасный город. Слушай, у них только статистики выходят. Я уже лет 10 читаю, что Канада самое лучшее место для жизни на планете. Ну, есть факторы, которые говорят об этом. Но, видимо, считают количество преступлений и прочее. Самый безопасный город считается Берри сегодня. Самый безопасный. То есть, кто хочет безопасный город, вот, пожалуйста, под боком есть Берри. По поводу, куда инвестировать. Значит, инвестировать, ничего не изменилось, по большому счету. Как я все время говорил, то, что все время Максим спорил. Кэшфлоу. Кэшфлоу и цики. Почему? Потому что, вот, пожалуйста, вот ситуация, которая сейчас. Это ту ситуацию, о которой я говорил, кричал, можно сказать, 2-3 года назад. Не делайте ошибок, не делайте ошибок. Не инвестируйте только на рост. Не инвестируйте только на рост. Вот, сейчас люди попались. У людей есть дома, которые были куплены, и не один дом, по два, по три дома, у которого каждого полторы-две тысячи кэшфлоу минусовой. Пять-шесть тысяч минус никто не может нафортить. Ну, никто. Понимаете? Ну, я не говорю про миллионеров. Тема, может, можно еще не брать. Вот, поэтому кэшфлоу, это очень важно. Я уже не говорю о том, что ты богатый на нем станешь сразу. Но именно это то, что позволит вам инвестицию продержать как можно дольше. Потому что в итоге вы заработаете на росте цены. Самые большие деньги там. Правильно. Но кэшфлоу тоже нужно. Опять же, зависит от вашего возраста, когда вы начинаете инвестировать. Какие у вас цели. Кому-то нужно кэшфлоу прямо сейчас. Кому-то кэшфлоу может быть чуть позже. То есть, от этого очень многое зависит. Куда инвестировать? Значит, инвестировать на периферию. Однозначно. Вот. Кстати, был недавно опрос про 10 самых быстро растущих городов. Первые 3 места заняли города в Бритиш-Коламбии. То есть, они самые быстро растущие города. Другие города, которые быстро росли, это были Ватерлу, это был Хэмилтон, это был Китчинер. Калгари не попал в десятку даже. Ни Торонто, ни Калгари, ни Монреаль никто не попал. Вот. Попали 3 города из Бритиш-Коламбии. Из Онтарио это был Лондон. Первый. На 4 месте Лондон идет. Что сильно развивается очень сильно. Потом был Гуэльф и Кичнер. Хэмилтон не помню. Вот Кичнер, Гуэльф и Лондон я запомнил. Они входят в десятку самых быстрых по росту населения. Поэтому надо смотреть на периферию, смотреть статистику, а также смотреть рентал-маркет, где вас требует больше рентал, потому что в итоге на этом вы зарабатываете. И покупать нужно дома, которые приносят больше одного источника доходов. Это дуплексы, триплексы. Сегодня разрешили в Торонто делать форплексы и даже файплексы. То есть понятно, что это непростые проекты, но в итоге это то, что удержит вас на плаву. Я почему-то очень люблю дуплексы, потому что дуплекс, кроме того, что приносит больше прибыль, он еще все равно остается сингл-фэмили-хомом, потому что он всегда будет продаваться как сингл-фэмили. Бейсмот открыл, вот вам уже опять дом. Поэтому он растет как сингл-фэмили, а если идет падение, он все-таки держит цену как дом, который приносит доход. Другая очень сейчас хорошая инвестиция, и многие в нее сейчас пошли, это для студентов. Вот. Дома, которые находятся рядом с большими университетами. Я не говорю про колледжи, хотя там тоже есть некоторые интересные моменты. Но с большими университетами сегодня очень дорогой рент для студентов. А комната сдается в районе 1000 долларов. То есть, сами представьте, если вы покупаете дом, который есть 6 комнат, то есть это 6000 в месяц. Это колоссальный рент. Поэтому тоже неплохая инвестиция. Но надо помнить, что инвестиция студенческая, это сложная инвестиция, более сложная, чем просто купить и забыть сдать. То есть, это уже немножко доменедж. Но при правильном подходе можно и это покупать. Взять property management компанию, которая будет вам это делать, если вы хотите этим заниматься. Airbnb, это тоже вроде бы неплохой доход и приносит кэшфлоу. Но не надо забывать, Airbnb, это не совсем инвестиции, это больше бизнес. И возьмем коттеджи. Коттеджи, цены рухнули. Я все время об этом говорил, что коттеджи это опасная инвестиция. Во-первых, потому что это была пандемия. И люди больше ехали на коттеджи именно в пандемию. Какие-то из границы коттеджи стали менее востребованными. Плюс огромный интерес, который поднялся. Плюс рецессия, у людей нет денег. Еще содержать коттеджи, это дорого. Поэтому коттеджи, это, кстати, всегда признак начала рецессии. Первые падают коттеджи. Коттеджи всегда падают первыми. И это мы сейчас видим, что коттеджи упали. И вторая проблема с Airbnb, что много городов сейчас вводят разные регуляши, запрещающие делать Airbnb. И вы когда, не знаю, купите дом, а там вдруг запретят Airbnb, тоже родоопасно. И третье, это налоги. Потому что, когда будете продавать этот дом, всегда мы говорим про Capital Gain. В случае, когда вы продаете Airbnb, это продажа бизнеса. Вы должны будете заплатить HST. А 13% от миллиона, это 130 тысяч, это огромный кусок вашей прибыли, сразу съезд налоги. Поэтому очень быть внимательны, когда люди делают Airbnb. Другое, если, например, делать Airbnb в Америке, там немножко работает по-другому. Вот это как бы основные аспекты, куда я вкладывал или не вкладывал. Максим, давайте поговорим об Альберте. В прессе много говорят о том, что там экономика растет, все происходит. Как там на рынке недвижимости? Все еще горячо? Я бы сказал, не все еще горячо, а все горячее и горячее. То есть, если year-over-year в мае были показатели роста 11%, в среднем, опять же. То есть, кондо гораздо больше выросли, чем дома. Кондо и таунхаусы. Кондо на ресейл или кондо на ресейл? Мы говорим о средней статистике, поэтому было 11%, то в июне уже показало 15%. Ну, конечно, вот то, что в декабре был принят independent act, то есть, это очень сильно их изменило. То есть, они, конечно, полностью независимо направятся сейчас. То есть, они не подчиняются федеральным законам, за исключением того, если закон прошел в местный парламент. То есть, грубо говоря, вы там принимаете наверху, что хотите, а вы будете делать то, что ли. Вот. С недвижимостью полный караул там. То есть, все, что выходит на продажу, причем неважно, при констракшен, ресейл, все раскупается просто в одну секунду. И перспективы, конечно, очень хорошие. Мне очень нравится, как правительство их местное, они, в отличие от нашего, очень принимают меры. То есть, они дали много девелоперам поблажек. Только стройте, стройте. Потому что дикая нехватка количества людей. Мы с Алексом в прошлой передаче спорили по поводу, он спорил со мной по поводу количества народу, приехавшей. Так вот, статистика Кеннадо, у меня, кстати, на Фейсбуке, можешь посмотреть, там с вами статистика Кеннадо, статья. Значит, за первые шесть месяцев из других провинций переехало 32 тысячи человек, а иммигрантов 100 тысяч. То есть, за шесть месяцев Калгари, это несравнимый сторон-то город. Это в Калгари или в Альберто вопрос? Окей, Альберто, но все в Калгари. А 130 тысяч по сравнению с Онтарио, куда приехало больше? 90% людей остаются в Калгари. И 130 тысяч меньше, чем за шесть месяцев, даже там, по-моему, по мае статистика была. Это очень большой прирост для Калгари. Надо не забывать, что объем строительства тоже не далеко. Даже при диком падении всего в Торонто, все равно Калгари не дотягивает. Это город гораздо меньше. Поэтому там все прекрасно. То, что мне еще нравится, они очень продуманно строят. То есть, у них нет такого, как у нас. Построили где-то чего-то, всунули в дырку дом и пусть он стоит. То есть, у них практически все застройки, это мастер-план комьюнити, огромные. И мало очень строится высокоэтажного. Спрос абсолютно другой. То есть, люди приходят, у нас выходят там и в даунтауне проекты по Калгари. И разница, конечно, в цене есть. Даунтаун дороже стоит. Но в Калгари другая специфика. Наибольшим спросом пользуются эта комьюнити. У них нет трафика. То есть, у них 20 минут, ты добираешься в город из пригорода. Потому что шикарнейший хайвей, строится все. Везде такое строительство идет. Там строятся эти мастер-план комьюнити, которые с парками, со спортивными комплексами, с плазами. То есть, все здесь. И ты как бы живешь вроде и на природе, где сейчас проект есть, на озере. 20 минут до даунтауна. Четырех бедрумные таунхаусы с машинами на две квартиры. С гаражом на две машины. 500 тысяч долларов. Их не убивают, вот эти ставки. То есть, ставки растут, а люди все равно покупают. И надо не забывать, что очень многие переезжают из других провинций. А для них это копейки. И сонтарио приедет сюда, туда и скажет, что тебе вот такой шикарный таунхаус. Здесь в Ричмонхилле. Вот вчера прислали дел Разенфорд и Баттерс. Выходит таунхаус. Стартинг прайс, да, они хорошие. Они 2400 скверфит таунхаус. Таунхаус это шикарный таунхаус. 2 миллиона стартинг прайс. Скажи мне, а какой размер, который только арграж? Что-что? В Калкаре какого размера таунхаус? Я не помню размер. Но там даже он очень большой. Потому что там много у кого эти пикап. Туда входит один большой пикап и одну машина обычного размера. То есть большие планировки шикарные. Остается сколько? Но самое главное, рент. Рент продолжает расти. И вот мы Трумы намного продаем. А у них вот эти таунхаусы, они всегда одна и та же планировка. У них уже, по-моему, пятый или шестой комьюнити мы продаем. И если они еще в апреле месяце давали гарантированный рент за такой таунхаус 2.300, то сейчас они дают уже 2.600. И там это 200. То есть это... Как правило, первые два года они дают фри, а потом это где-то 280 долларов. Причем самое интересное, что вот фрихолд гораздо меньше в Калкаре пользуется спросом. Потому что фрихолд, он как правило, вот за пределами вот этих вот обжитых комьюнити. И там нет никакой инфраструктуры. То есть, ну, как у нас стоят дома и стоят дома. А эти все-таки это с полной инфраструктурой. Люди очень охотно покупают. И все, что выходит там, там. Опять же, вот сейчас приведу пример. То, что сейчас выходит, это 72 таунхауса прямо около небольшого озера. А до большого озера, где пляжи, где гольф-поле, полтора километра. И 72 выходит. Ну, вот со своими связями 15 из этих 72 получили. Это пресейл. То есть, когда начнутся, мы просто отдаем уже документы и дальше подписание. Больше нет, извините, не дадим. Такой контраст, да, с Торонто. Да, контраст рынка Торонто и контраст рынка Калгари. Просто это, я не знаю, в Торонто, наверное, мы такое видели в самые-самые горячие времена, когда там 19-й год, когда все, что не вышло, все разлетается. Вот, поэтому там все нормально. И самое главное, мне очень нравится, я говорю, government, то, что они делают. Вот каждый шаг буквально продуманный. Поэтому я за этот рынок спокойный, лет на 5, на 7 вперед все там будет шумчать. Я хотел бы добавить еще плюс по поводу цены. Это интересно, 500 тысяч хорошая цена. Но сегодня из-за того, что рынок просел, скажем, на Ниагаре, да, таунхаус, фрихолд таунхаус. Сегодня можно купить в районе 600 тысяч примерно, плюс-минус, да, может даже дешевле. И который будет сдаваться за 2600-2700 без майнта на цифре. То есть тоже самая цена практически. Уже сейчас уже готова. Как он будет процветать, таунхаус? Ну, пока доказало. Ты, наверное, говоришь, за 600 можно купить что-то старенькое, правильно? Но новый ты не купишь. Ну, ты 700 новый купишь. Ну, вот мы только сейчас. Брэннион 700. Смотри, мы только сейчас в Санкт-Кэтрин продавали таунхаусы, да. Причем это кондо таунхаусы. Да, кондо таунхаусы. И вот новое строительство, да. И ту бедрумные стоят по 700 тысяч, да. Но это опять же реконстракшн, мы говорим про другое. Ну, мы говорим про новое. Да. Если возьмем... Алекс, Алекс, нельзя сравнивать новое, и то, что построено 10-15 лет назад. Это разные вещи. Я понимаю, да. На новость потеряешь больше. На Ниагаре новый ты не купишь за 600 тысяч. Ну, 700 тысяч. Ну, вредно будет не 2-300. А где-то, если покопаться, то, кажется, 760-780. Нет, какие что-то. Это отдельный стоят. Мы 710 банков купили сейчас. Но опять старое. Ну, какая разница? Ты любитель старого. Я старое вообще не рассматриваю. Ну, только новое. Ну, пока вот новое минусовое кустол приносит, а не старое. Почему? У меня все положительное. Ну, тебя можно выйти. Хорошо, пойдем к следующему вопросу. Алекс, вы всегда говорите, обращайтесь, пожалуйста, на freemitting.se. Расскажите нашим зрителям, что там происходит, как, о чем вы говорите. Вот именно поэтому я обращаюсь на freemitting.se, потому что иногда люди не понимают, смотрят разные проекты, пускай преконстракшен, не преконстракшен. Некоторые люди же ко мне приходят, говорят, ой, мы твои видео уже смотрим, не знаю, по времени. А и туда покупают что-то другое. Я говорю, я это говорил покупать? Нет, нет, теперь будем только слушаться. Поэтому то, что я говорю на freemitting.se, мы не просто говорим, надо покупать то или это. Мы строим конкретно картину для каждого клиента, потому что у него может уже быть какое-то портфолио или не быть ничего. У него есть определенные доходы и надо посмотреть, как это все правильно распорядится, чтобы человек не терял деньги. А тем более сегодня, когда приходят люди, у которых уже есть портфолио, те же вот эти любимые контакты, которые есть, которые забирают по 2000 в месяц. И что с ними делать? Держать, продавать. Так вот, мы именно смотрим. Иногда я говорю, надо держать. Там находит кондо, который забирает по 2000, я не понимаю. Вот, посмотри на этот граф, который показывает сегодня, на этом графе показывает сегодня среднее. Алекс, ты все время забываешь, ты берешь сегодняшнюю цену, ты забываешь, что люди, которые сейчас, у которых сейчас кондо, если они с нами работали, они покупали это 4-5 лет назад. Вот, я не хочу говорить, с кем они работали, но те, кто покупали 4-5 лет назад, именно у них полторы тысячи минус. Именно у них. Откуда такое может быть? Мне к тебе прислали. 5 лет назад, 5 лет назад, 2-бедерменная кондо в Даунтауне стоила 500 тысяч, это значит, что у них моргейс 400 тысяч сейчас, да? А 2-бедерменная кондо сейчас дается за 3,5 штуки, минимум, понимаешь, нету рент-контроля. За 5,5 тысячи минус мейтеннесс фи и посчитай, что происходит. Посчитай, никак не за 500 тысяч, за 500 тысяч 2-бедерменные не покупали 4 года назад. У них 30 с лишним кондо и ни одного минсового. У нас еще не покупали, и 4 года. Вру, есть 2 кондо у меня в Хамильтоне, которые минус. Покажи, какие в 2018 году кондо 2-бедерменные продавали за 500 тысяч, не было таких цен. В 2018 году, пожалуйста, покажу тебе кучу примеров из United проекта, 3 бедерума 580 тысяч. В 2018 году? В конце 2017. Я говорю про 2018. Мы говорим про 2018. Нет, в 2017 на несколько месяцев. Окей. Да, давай дальше. Окей. Так вот, на этой консультации, на примитинг ДОСЕ, мы строим именно, что я людей спрашиваю, какие у них моргиджи, сколько они за моргиджи платят, какие ренты, какие доходы, какие расходы. И мы строим именно такую полную картину, где мы обсуждаем, что-то, может быть, продать или рефинансировать. Или, например, взять дом, превратить в дуплекс, за счет этого улучшить. Вот именно вот это мы строим на примитинг ДОСЕ. Также есть люди, которые, например, еще никогда не инвестировали. Тогда тоже на примитинг ДОСЕ мы именно строим правильную стратегию и посылаем к тем моргиджи-агентам, которые правильно в их ситуации. Потому что идея не просто найти дешевый моргидж, идея взять много моргиджей, построить правильную стратегию. И, кстати, без кэшфлоу банки очень быстро поставят на тебя крест. А сегодня, особенно с тяжелой квалификацией, одна-два проперции минус на срок кэшфлоу. Если у тебя нет зарплаты 200 тысяч в год, больше тебе моргиджи не дадут. Поэтому очень важно, запишитесь на примитинг ДОСЕ, и мы обсудим именно, как начать инвестировать, или как улучшить ваш сегодняшний портфель, сделать его с минуса в плюс. Максим, последний вопрос вам. Вы недавно вернулись из Коста-Рики. Это была деловая поездка, насколько я понимаю. И какие новости вы привезли оттуда? Да, это была деловая поездка. Это продолжение всей этой истории, что мы с зимой начали заниматься всеми карибским регионам. Мы уже освоили Доминиканскую республику полностью. Сейчас добавили Коста-Рику. Я в Коста-Рике вообще первый раз был. Скажу, что мне очень интересно, понравилось. Он серьезно отличается от других островов. В основном плюсы, есть некоторые минусы. Минусы для меня это, что песок не мука белая, а такого серенького цвета. Но плюсов очень много. Во-первых, страна довольно-таки богатая. Я даже с Девайлом разговаривал. Я говорю, сколько ты рабочим платишь? Если в Доминикан разговор 300 долларов в месяц, то тут уже полторы тысячи долларов в месяц. Никаких закрытых территорий, все открыто. Магазиночки очень много. Удивительно, но очень много людей встретил. И с Торонто, и с Канады, переехавших туда. Особенно в пандемию, которые там остались, уже перевезли семьи. Один вообще, он инвестор, мы с ним познакомились, у него пять было недвижимости. Кстати, у Ричмонд-Хилле жил. Вот там. И вот они в пандемию уехали. Сначала сняли, потом вернулись назад. Потом, говорит, жена сказала, не, едем туда. Продали, говорит, все. Купили там виллу шикарную. Там дороже цены, чем в Доминикан, скажем. Вот. Но вообще очень интересно, очень интересно. Вот проект, который я привез, почему я именно туда полетел? Потому что если бы какой-то, приходит много предложений, но если такой вот проект, который там одноразовый, ну нет смысла просто с ним разумиться. Очень быстро раскупается в действительности. Там все, ну нет смысла, пока ты соберешься, пока рекламу сделаешь. А это огромное комьюнити, называется оно Пацифика. Они купили там целую пенисулу. И вот они начали его застраивать лет 15 назад, где-то. Процентов 20 застроено. Там сейчас открывается соседняя территория. Это вот этот знаменитый отель, наверное, один из самых лакшери. Это One and Only. Там уже Ридскартон открылся. То есть такая high-high area. Вот. И, ну, я скажу, что интересно в плане инвестиций, потому что еще плюс. Если в Доминикан ты должен платить свои деньги, то есть там можно получить моргидж, прекрасно, но после того, как ты получил тайтл. То есть, грубо говоря, пока строится, тебе надо выплатить, а потом ты идешь в банк и под залог недвижимости берешь. А на строительстве, зато здесь немножко другая история. Это 50% ты платишь. Там в течение строительства на 50% тебе дают моргидж. Моргиджи у них ставка такая же, как у нас, сейчас заоблачная. Когда будет низкая, будет низкая. То есть они примерно, ладно, может, полпроцента отличаются. Вот. И они все сдают. То есть, кондо-отель. И очень хорошая эта школа получается. То есть, в принципе, вот такая квартира стоимости порядка one-bedroom. Если взять 230-240 тысяч, они все с видами на океан. Это не берег, но это все одно комьюнити. То есть у них ездит эта машинка, которая развозит. А вот доход от аренды примерно 6 тысяч в месяц. За 230 тысяч долларов, если купить. И еще у них очень уникальная штука есть. Это бич-клаб, который на берегу у них, кусок берега им принадлежит. И у них яхт-клуб. Абсолютно шикарнейший. То есть там 10 яхт. Там на половине из них перекатались. Начиная от небольших рыбацких и заканчивая яхтами, которые там несколько миллионов стоят. Мы там паре устраивали. Там 25 человек народу где-то у нас был. Там бар на ней и все это. Так вот, если ты покупаешь... Это наш промоушен, который мы получили сейчас. Если ты покупаешь сейчас там недвижимость вот в этом комьюнити, то они тебе за 5 тысяч долларов дают возможность войти в этот клуб. И ты имеешь раз в неделю. То есть 4 раза в месяц. То есть за год это получается 48 раз. Ты можешь использовать любую лодку, которую хочешь. Включая вот эту мультимиллионную. Единственное, что ты платишь, это за бензин. Когда она тебе не нужна, ты свое время отдаешь в rental pool. Они востребованы. Я не могу сказать, что они каждый день плавают. Но рыбацкие, каждый день. А такие крупные, пару раз в неделю. И они твое время продают. Вот такая яхта в рент, причем востребована, стоит 6 тысяч долларов в сутки. И они забирают себе половину, тебе подают половину. Мы по самым скромным подсчетам посчитаем, что если ты вступаешь в этот, то ты имеешь порядка 15-17 тысяч в год чистой прибыли. Даже при том в раскладе, что ты там сам 3 месяца проезжаешь. Пока ты там, ты эти яхты используешь. Плюс большое количество, большое кэшлоу от этого. То есть, по мне интересно. То есть, это новый рынок. Сейчас изучаем. Еще интересную вещь узнал, никогда не задумался. Мы сейчас будем активно выводить Коста-Реку на Россию. Потому что с покупкой недвижимости, любой недвижимости больше 200 тысяч. А за исключением, там, старья совсем, там, ничего меньше 200 тысяч нет. То есть, виллы там стоят, мама не горюй. То есть, хорошие виллы там стоят, начиная от миллиона и до трех, скажем так. Если с видом на океан, вот, квартиры пока более-менее доступны. Так, с любой недвижимостью 200 тысяч плюс ты получаешь на всю семью вид на жительство сразу, который через 7 лет становится, перерастает в гражданство. То есть, через 7 лет можно получить паспорт Коста-Реки. И на данный момент это 199 стран безвизовые, включая Канаду, Евросоюз. Поэтому многим там будет тоже интересно. Нам-то, как бы, это не очень с канадскими. То есть, ни плюс, ни минус, да. Но вообще интересно. Плюс еще сейчас мы там очень интересно... Опять же, меня на это мысль навели. Из тех антарийцев, которые туда переехали. Я с одним разговаривал. У него крупные бизнесы здесь, в Антарию. Он говорит, я сейчас стал не налоговым резидентом Канады, а я налоговый резидент Коста-Реки. У меня надо разобраться до конца, как это работает. Я сам еще не понял. Но на налогах сумасшедшая экономия. Спасибо большое, что поделились интересной, полезной и нужной информацией. Спасибо, что были с нами. Встретимся через месяц. Всего вам самого хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова